Наши власти и президент и правительство, они делают все для того, чтобы найти поддержку среди населения и среди политиков. Ну а чиновник они все молча поддерживают, потому что у них другого выхода нет. Но достаточно много общественных деятелей, неправительственных организаций, политиков сегодня активно выступают против. Против, потому что мы считаем, что есть очень много минусов, чем плюсов. Наше правительство, когда говорит, что это будет хорошо для мигрантов, мы можем однозначно сказать, что вопрос таможенного союза абсолютно не касается вопроса миграции. И в этом вопросе наши власти, просто наших мигрантов обманывают. Вопрос мигрантов, возможно, будет включено только в том случае, если мы дальше войдем в единое экономическое пространство. Поэтому в ближайшие годы вопрос мигрантов в рамках таможенного союза не будет решаться. Это обман нашего правительства. Второе. Наша правительство говорит о том, что это будет хорошо для малого и среднего бизнеса и для производства. Если мы посмотрим где-то на два месяца назад, был конфликт, это было даже показано по всем средствам массовой информации, определенный конфликт между президентом Казахстана и президентом Путиным. Президент Казахстана был недоволен тем, что казахские продукты, казахский бизнес не может войти в рынок России. И больше получилось так, что вместо того, чтобы приобрести рынок, Казахстан оказался сам рынком для российских продукций и особенно для белорусской продукции. Кыргызстан сегодня достаточно слабое звено среди этих стран, и мы, скорее всего, окажемся просто рынком, а не найдем новые рынки. Еще такой цифровой аргумент. Казахстан каждый год на поддержку малого и среднего бизнеса выделяет только из государственного бюджета около 600 миллионов долларов. Кроме этого, поддерживают через кредиты малый и средний бизнес многие, почти все казахские банки. Россия на поддержку малого и среднего бизнеса каждый год выделяет около миллиарда долларов. И банки выделяют. Кыргызстан выделяет ноль долларов. Поэтому и в этом вопросе мы проиграем, потому что все-таки государственная поддержка малого и среднего бизнеса очень важна, и мы не выдержим конкуренцию. Наши власти говорят о том, что это будет хорошо для сельхозпроизводителей. Опять цифры. Россия каждый год выделяет на поддержку, на субсидирование сельского хозяйства около 4 миллиардов. Казахстан около 80 миллиардов тенге. В этом случае опять наше сельское хозяйство, наши фермеры, они не выдержат конкуренцию и они просто обанкротятся. Поэтому и в этом вопросе наше правительство, они не до конца рассчитывают риски для наших и фермеров, и для малого и среднего бизнеса. Кроме этого, для того, чтобы мы могли привести введенные стандарты, мы могли, чтобы отвечать требованиям торговым, потребительским, таможенного союза, нам потребуются достаточно большие инвестиции. Мы должны строить лаборатории, мы должны приводить свои стандарты. Для этого нужны достаточно большие средства. Это где-то около 400 миллионов долларов, а точнее это 370 миллионов долларов. Таких средств в нашем бюджете, в нашей экономике нет. Поэтому я могу сказать, что больше мы все-таки проиграем. Кроме этого, есть вопрос независимости, вопрос суверенитета, вопрос создания наднационального органа и большей зависимости нашей экономики от экономики России и от наших соседей. Поэтому мы, оппозиция и многие политические и общественные деятели считаем, что таможенный союз все-таки для Кыргызстана это больше минус, чем плюс. В этом году мы ближе к осени будем иметь достаточно много социальных и экономических проблем. Если перечислить, то первое – это отсутствие газа. Сегодня в Кыргызстане 50% нашего населения сидят без газа. После того, как наша власть по желанию, по решению нашего президента решили продать целую газовую систему Кыргызстана за 1 доллар «Газпрома». Сегодня мы не имеем ни Кыргызгаза, и мы не имеем в том числе и газа. Нет ни другого, ни первого, ни второго. Это достаточно серьезная проблема, и эта проблема будет оборачиваться политической проблемой для нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok